Как вам высказывание Уткина в адрес Соловьёва? Я знаю, что Соловьёв с Уткиным там что-то закусились между собой, бьются и так далее. Я понимаю, что все нормальные люди на стороне Уткина. И вы знаете, я посмотрел кусочек, что говорит Соловьёв. То есть Уткин вызвал его на батл. Казалось бы, говорливый Соловьёв, который там к барьеру программу вёл, должен был выйти и сказать, я там вперёд, готов уйти. Но он понимает, что Уткин весьма ироничный такой, саркастичный, может его поддеть. То есть может его порвать. И он начинает, да он толстый, да я ему как дам. Помните, как в анекдоте про мишку, медвежонка, который там, зайчик говорит, мне мама морковку принесла. Лисич говорит, а мне мама куриную ножку. А медведя, мама лежит в берлоге и лапу сосит. Ему сказать нечего, он говорит, а я, а мне, а у меня, а я вам всем юлей дам. Вот приблизительно Соловьёв так же. То есть его вызвали на батл, он мастер говорит, да, как он сам про себя думает. Так что же не выйти, не поговорить. А он говорит, вот у меня там шесть детей, а у него там нет детей, а при чём здесь это. А вот он толстый, а я его одним ударом пробью и так далее. Так он тебя не на ринг зовёт, кулаками нахать. Он тебя зовёт, разговор разговаривает, что ж ты не идёшь-то, а? Зассал, конечно, зассал. Поэтому такого бойца из себя изображает крутого, да, детей. Вот у меня тоже немало детей, да, не намного меньше, чем у Соловьёва, да. И там он себя мужиком таким считает. Я тоже себя не считаю не мужиком, да. И физически тоже достаточно здоровый. Если вот он хочет от меня вызов принять, ради бога, я с удовольствием сделаю. Давно я к нему присматриваюсь, очень давно. Он любит барьеры и прочее, и прочее. Только я не на языках. На языках, само собой, если он захочет, но он не выйдет, да. А на пистолетах с удовольствием. Соловьёв, от тебя достаточно только да. Я знаю, что он услышит меня. Сейчас информационный мир, так что я тебя вызываю. Тебе достаточно сказать только да. Ты готов с Мальцевым сразиться на пистолетах. Ты не трус, не сыкло. И всё. И мы это организуем очень легко. Очень легко организуем. Я не обещаю, что это будет завтра, но я обещаю, что это будет в твоей жизни. Так что с удовольствием, с привеликим. Если ты не хочешь на языках драться, то я предлагаю тебе на пистолетах. Я думаю, что это очень хорошо будет. Если ты не хочешь с толстым Уткиным и так далее, ударить его, он рассыпется. Но я не рассыплюсь. Так что с удовольствием, прям с привеликим. Но обрати внимание, этой честью удостоился вызову только золотов. Остальных я вызывать не буду. Когда мы возьмем власть, остальные по-другому пойдут. По-другому пути. Так что для тебя особый путь, имею в виду. Пусть Соловьёв в очереди становится за золотом. Да я не против сразу двумя даже. Какие проблемы? Можно сразу так двоих поставить, чтобы долго не ходить. Ни за тем, ни за другим. Так что, я думаю, от этого их шансы не прибавятся. Так что передайте Рудольфовичу, что я его с удовольствием не набатл. Набатл, пожалуйста, калякать с удовольствием. Да, но лучше постреляться. Прям большое желание. Прямое 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 желание. Продолжение следует...